Итак, уважаемые коллеги, продолжаем нашу встречу с профессором Беляниным Валерием Павловичем из Канады, из Торонто по когнитивно-бихиральной терапии. В пользу с возможностью напоминаю, что данные встречи проходят по вторникам и по четвергам с 8 вечера до 9. Сегодня у нас вторая встреча. Следующая встреча будет в ближайший четверг. Большая просьба для желающих не опаздывать. Кто зарегистрировался, получает ссылку на видеозапись. И сегодня утром я повторно послал ссылку на видеозапись и приглашение на сегодняшнюю нашу встречу. Впереди у нас еще встреча в воскресенье. В воскресенье в 20 часов 30 минут у нас Татьяна Кот будет выступать по поводу стрессов, страхов и депрессии. И поэтому Татьяну Кот многие из наших студентов знают и из наших партнеров. Она из Вашингтона и всех искренне приглашает на наше мероприятие. Наше время очень лимитировано. На течение часа встречи сегодняшние, как и другие с Валерием Павловичем. Поэтому передаю слово нашему профессору. Пожалуйста. Добрый вечер. Два слова о себе. Доктор филологических кандидатов психологических. Член коллегии российского психологического журнала. Член Антарийской ассоциации психотерапевтов. И член Антарийской психологической ассоциации. Вот это сайт психотерапевтической ассоциации. Психотерапия в Канаде не медицинская. поэтому я диагнозы не ставлю и лекарства не прописываю, как психотерапевт в Канаде. Очень много нужно повышать квалификацию, очень много ходить на разные семинары. Помимо образования, необходимо поддерживать свой уровень на разных совершенно семинарах. Вот семинар, посвященный CBT, это Cognitive Behavioral Therapy, проводился он Кристин Падески, о которой я скажу немножко, вот тоже семинар ее, Mind of the Mood. Одно из названий, очень говорящих о когнитивно-поведенческой терапии, разум над настроением, сознание, которое управляет настроением, очень значащее название книги. И CBT очень популярно, ну не популярно, очень хорошо работает и для депрессии, и для тревожности, вот для предусвращения самоубийств, в частности, несколько семинаров я посетил. То есть это вот действительно работающая техника. Там можно связаться по электронному адресу psilinkpsycholingvistica.gmail.com или веб-сайт www.psilink.com И я хочу сказать, что мои лекции без сопровождения семинарских занятий, это недостаточное представление о терапии. Очень желательно посещать практические занятия, где есть возможность и спросить, что непонятно сразу, и выяснить какие-то моменты, и отработать в упражнениях предлагаемые техники и методы, потому что просто умозрительное понимание это явно недостаточно для будущей работы. И пробовать это все на клиентах, это немножко будет сразу жестоко для клиентов. Если что-то не сработает, то результаты могут быть неслованы. Хорошие, поэтому вот в тренингах с Никитой Черновой можно отработать это все. И вот по телефону для записи 495-778-934 городской московский. Можно записаться по этому телефону и получить более подробную информацию о предлагаемых методах и о том, что такое CBT. Вот я отправил. Валерий Павлович, просили координаты еще раз напомнить. Давайте там один слайд вернем обратно. Один гость просил ваши координаты, чтобы напомнить. Да, вот я поставил координаты для записи. Сейчас. Вот. Свои координаты тоже сейчас пошлю. Вот. Да, филинг. Да, я тоже сейчас это пошлю. Погадаю. Кому нужно, запишите. И в конце я тоже. Окей. Госдоволен. Я очень коротко напомню, что было на прошлой лекции, потому что кто-то мог пропустить, кто-то мог что-то не запомнить. Я вот самые очень короткие, самая-самая суть расскажу. Значит, я говорил о том, что... Переехали. Так. Ну да, начинается. Значит, для того, чтобы понять, что такое психотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия, важно понимать, что состоит она из двух частей. Когнитивная, это то, что связано с мышлением, с представлениями, с образами и поведенческая. Это то, на что опирается поведенческая терапия. Значит, она очень популярна в Северной Америке, именно потому что она работает рационально, именно потому что она работает прагматически. Она проверена в большом количестве экспериментов, и она краткосрочная. То есть, очень легко привести группу людей с преступными наклонностями, или бьющих своих жен, и сказать, так, у вас есть 7 сессий, чтобы исправиться. И вот ни одна психоаналитическая, ни одна... Дештак, допустим, терапия не возьмется за такое короткое быстрое лечение. Я говорил о том, что CBT, КБТ не представляет на сегодняшний день, как, я думаю, единого направления. Она включает в себя очень много разных и рационально-эмотивная терапия, и диалектик, и хейва для borderline персонала, и для зоны, для пограничных личностей. И mindfulness – это медитативные техники. Очень популярны acceptance and commitment терапии, которые помогают клиентам принимать мысли. То есть, в рамках КБТ очень много других разных направлений, и дифференцировать это, на мой взгляд, сложно, и мне это, в общем-то, для работы не очень нужно. Значит, когнитивный – это мышление, знание восприятия, поведение – все, что делает человек. В прошлый раз был вопрос, является мыслью-поведением, да, мысли тоже можно рассматривать в поведении. И терапия – это системный подход к решению проблемы, болезни или какого-то состояния, которое тревожит клиента. Это логическая база, бихевиоризм, наблюдение, факты, а не то, что кто-то о нем говорит, что конкретно произошло. Что вы сказали, что вы подумали, что вы представили, что вы собираетесь делать. Никаких интерпретаций, никаких уходов в мистическое или в подсознание здесь, ну, это не нужно, потому что, если есть факт, то его легче анализировать, наблюдаемый факт, нежели какие-то общие рассуждения. Я опираюсь на работы Элиса, рационально-эмотивной терапии. И он переведен на русский язык Бек, является основателем когнитивной терапии и как бы вот отцом вот этих всех методов. И вот я говорил о Кристине Подеске, семинаре, который я посещал, ее книжка «Mind of a Moon», она переведена на 20 языков, в том числе на болгарский, не знаю, есть ли на русский язык. Вот она вместе с Беком в Калифорнии, где-то в 70-х годах с ним знакома, ну, и, соответственно, с его дочкой Джудит, который тоже приезжает, выступает на разных конференциях, тоже как в поществе его свидетельствует. Значит, когнитивно-поведенческая терапия учит распознавать мысли, настроения, действия и физические реакции. И причем не только в критических ситуациях, но и в повседневных незначительных ситуациях, поскольку клиенты обращаются с разными запросами и в тяжелые жизненные ситуации, и в самые обыденные стандарты с женой, какие-то конфликты на работе и так далее. То есть, вот повседневные, на первый взгляд, незначительные ситуации, они очень и очень важны. У кого-то висит пустой слайд, я надеюсь, видят мои слайды, да? Да, видно нормально, все, не пустой слайд. У меня нормально. Хорошо. Спасибо, да, кому-то предлагают обновиться. Я говорил о принципах терапии, о том, что очень важен контакт и сотрудничество, план лечения обрабатывается совместно с клиентом, его спрашивают, может ли он, в состоянии ли он что-то сделать. Очень важны цели, которые хочет достичь клиент, на них надо ориентироваться. И вот представили в Падеске на русском, не знаю, с хакнутыми, не хакнутыми. Упор идет на настоящее. Что вы сейчас чувствуете, в данный момент, как вы себя сейчас ощущаете. И это не значит быть в моменте, быть сейчас и здесь. Это не значит, что не думать о прошлом, не думать о будущем. Это совершенно не означает такое вот отрицание всего другого. Это значит уметь быть в моменте, почувствовать, что сейчас важно, чтобы потом, когда наступит другой момент, тоже почувствовать себя и почувствовать, что важно и что нужно делать. О когнитивных терминах, о конституризации я сегодня буду рассказывать. Обучение образовательной цели, это то, чем отличается когнитивная терапия. То есть обучать, мы работаем в этой парадигме, я предлагаю такой метод. Вот смотрите, я рисую вам схемку, вот что вы об этом думаете. А если вы не хотите думать, то тогда и заметьте, я вам помочь не могу. Я немножко утрирую, но как бы очень наставительность когнитивной терапии, она отпугивает очень многих и клиентов, и специалистов. Во времени сессия длится 50 минут, больше не всегда цветообразно. Ну, естественно, первая она дольше, и бывает, что у меня сессия по 3-4 часа, но это в порядке исключения. Сессии структурированы, мы рассматриваем, что было сделано на прошлой сессии, мы рассматриваем с клиентом, что произошло между сессиями, анализируем успехи, выявляем актуальную проблему, смотрим, насколько она соответствует той актуальной проблеме, которая была заявлена в самом начале, возвращаем клиента регулярно к заявленной проблеме, не позволяя ему оцелекаться. То есть, очень такой вот жесткий подход, опять-таки, это не всем приемлемо, но вот такова особенность когнитивно-пихиоральной терапии. И разные техники, в том числе медитативные, релаксационные, это никто не отменяет. Легкий транс, вести клиента, там, с музыкой, с какими-то гипнотическими техниками, это вполне запускается. Вот я говорил о том, что измерим, что предполагается в СБТ, и вот я использую такую, например, листочек, там есть инструкция, есть название, значит, и я прошу клиента отменить в личном плане. Вот он ставит мне крестик, вот здесь чувствует плохо, межлично, там вообще, значит, все идет дело к разводу, ну, работа вроде нормальная, в целом там пропал, соскочил этот самый, в целом где-то вот здесь вот будет крестик клиента поставить. Вот, на следующей сессии мы смотрим, куда изменяется в личностном плане, что происходит с семьей, допустим, с семьей клиент договорился, здесь не наладил отношения, значит, происходит вот этот дневник, мы смотрим, за счет чего его удалось достичь, как он пришел к этому, как правило, клиент этого не осознает, но тем не менее я говорю, что вот у вас изменилось нечто. И показываем он в Excel, я делаю такую табличку, где вы пока вот вы себя так ощущали, вот смотрите, вот уже вторая сессия была здесь, третья здесь, четвертая, пятая обязательно падение, как бы человек сталкивается с реальностью, вот этот вот такой ажиотаж и радость от того, что все кто-то поможет, проходит, и дальше начинается более сбалансированное восприятие действительности. Вот вопрос измеримости клиентинной терапии, терапии, которая предполагает замеры, в частности с помощью двух тестов, тест Бека, депрессии, Дека, тревожности. Они как бы, можно их проводить не специалистам, они очень низкие, там всего четыре измерения, всего четыре уровня, никакая не выраженная, слабая выраженность, модерна, средняя выраженность, и тяжелая депрессия. Вот с ними очень легко работать и очень предъявлять, и то же самое можно получить вот такие графики с каждым клиентом. Вот это был обзор первой лекции, для того, чтобы вот я сказал в прошлый раз, какие-то моменты хотел. Вопросы какие-то есть? Если вопросов нету, и они возникнут сейчас по ходу, я рассмотрю пример сессии из книжки и дам свои комментарии. Значит, говорить просто о принципах абстрактно можно, но это не всегда имеет смысл. Важно понять, из чего состоит терапия, как она звучит, как она протекает, и почему, и что делает терапевт на сессии. Ну, во-первых, вот я говорю, определяет актуальную для пациента проблему. Речь в данном случае будет идти о саде. То, что для нее важно, то, что представляет там, либо это экзамены, либо это поиск работы, либо это наладить отношения с друзьями, с родственниками и так далее. То есть, что самое-самое важное, потому что клиент приходит и как бы грузит терапевта своими проблемами, начинает говорить одно, другое, третье. И когда я слышу пятую, шестую, седьмую проблему, я пытаюсь приостановить этот процесс в самом деле практически, может быть, бесконечный, да, и понять, что же сейчас самое главное, что же является важным. А каждый человек хочет выводить, допустим. Вот с этим надо тогда работать, потому что все остальное актуализировалось, как бы стало актуальным, потому что клиент находится в депрессии. В депрессии преимущественно негативное мышление, преимущественно появляется тревожность, тревожность и депрессия, как бы две стороны одной медали. И поэтому очень важно выявить центральное какое-то звено, которое позволит решить сразу большое количество проблем. Естественно, вот речь идет о том, что и где клиент понимает не так, как это на самом деле могло бы быть, не так объективно, не так реалистично. И вот эти дисфункциональные мысли очень важно выявить. Я еще раз скажу, что вот бывают мысли в отношении какой-то тревожащей ситуации очень верные. Например, увольнение. Тут не может быть негде дисфункциональных мыслей, то есть увольнение – это потеря работы, это потеря коллектива, это и так далее, и так далее. То есть много всего, что происходит, но там если клиент говорит, что я никогда не найду работу, это уже дисфункциональные мысли. Важно отделить дисфункциональные мысли от реально тревожащих и реально существующих, и вы работаете на них. План проработки, насколько он возможен, не всегда он возможен, но тем не менее нужно как можно больше придерживаться какого-либо плана. И вот вмешательство или терапия, или собственно сама психокоррекция, сама интервенция, вот она, естественно, должна быть объяснена клиенту, что я с вами буду работать таким образом, что это связано с какими-то заданиями домашними, что нашей терапии речь не ограничится, чтобы клиент был готов к тому, что его проблемы не решатся за время сессии. Стиль школ беседы, клиент психо-терапевт, вы предпочитаете в своей работе. Я работаю в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Вот это парадигма, которая позволяет мне концептуализировать проблемы клиента, находить план лечения и вести работу. Я использую дополнительные, там NLP, допустим, мне очень нравятся релаксационные всевозможные техники. Вот с теми, я не знаю, что назовете какие-то, я, может быть, выберу. На YouTube не знаю, идет эта трансляция. Всегда нужно возвращать уплывающего клиента к изначальному запросу. Да, запрос в процессе терапии меняется, но это значит, что либо клиент не решил эту проблему, основную из которой пришел, или не хочет ее решать, или не может, не имеет ресурсов, либо она каким-то образом все-таки разрешилась. Худо-бедно, то есть он как-то смирился с чем-то, или как-то уладил дела. Но здесь, конечно, очень сложный вопрос. Мы должны спросить клиента, решил ли он свой изначальный запрос, знает ли он, что с этим делать, готов ли он находиться дальше в той неопределенности, если он находится, может быть, он ее принял, как вот там, допустим, всех будут увольнять через год. Он сказал, ну, у меня год есть, все, я принимаю. Эта проблема как бы ушла, и начинаем работать с его общей другой тревожностью. То есть запросы в процессе терапии могут переходить на более глубокие стадии, естественно. Спасибо за вопрос. Вот рассмотрю пример сессии с своими комментариями. Значит, Салли ищет работу. И трапер говорит, и так, Салли, вы утверждаете, что хотите решить свою проблему с поиском работы на неполный рабочий день. Да, мне нужны деньги, но я не уверен. О чем вы думаете прямо сейчас? Я не справляюсь с работой. А как вы себя чувствуете, когда думаете об этом? У меня грустно и тостливо. Значит, вы подумали, я не справляюсь с работой, и вам стало грустно. Скажите, почему вы считаете, что не справитесь с работой? Потому что мне с трудом дается даже учебник. Вот фраза вы утверждаете, она очень важна, что я возвращаю клиенту его слова. И так, если я вас правильно помню, и так, то, что вы сказали, и так, вот вы говорите о том, что... Да, в том, что клиент себя не всегда слышит. Ну, мы слышим себя по-другому, чем слышит у нас кто-то. И когда я возвращаю некоторые слова, да, я это сказала, это я так звучу, да, вот это очень любопытно. Ну, то есть ему нужно дать обобщение сказанного, потому что он порождает тревожный текст, политематичный, говорит быстро, прерывисто, сбивается, возвращается, поэтому ему нужно помочь его в контейнер поместить, его нужно вот каким-то образом вот зафиксировать. И так, у вас есть проблема с поиском работы на нефом на рабочий день. Да, но не уверен. Вот это вот то, что слышат клиенты регулярные. Не знаю, не могу, не понимаю, не уверена, не знаю. Вот это вот, с чем она пришлась. Не уверен. Клиент, терапевт, вот переходит к своей когнитивной технике. О чем вы думаете сейчас? Что у вас говорят? Это так называемые горячие когниции, горячие автоматические мысли. Что вот, о чем вы беспокоитесь? Именно думаете. Что вы чувствуете, это понятно. вот сейчас вот тоже. Она говорит, опять, я не справляюсь. Негативное мышление, невидение выхода, не представление того, что делать. Это естественно. Вот психотерапевт обращается к чувствам клиента. Очень важно, когда думаете об этом. Значит, в рамках когнитивной терапии предполагается, что именно мысли вызывают чувства клиента, не наоборот. изменение мыслей может подвечь за собой изменение чувства. И это клиенту объясняется постоянно. Вот она говорит, у меня грустно и тоскливо. Значит, говорит терапевт, клиент, это совершенно ничего не значит. Вы подумали, я не справлюсь с работой, и вам стало грустно. Вот это вот и как раз является переходом от когниции к чувствам. И клиент, и терапевт показывает вот эту причинную связь, вот этот порядок обращения к чувствам. То есть не просто мне стало грустно, я решил, что не справляюсь, а именно из-за мысли стало грустно. Вот это вот основной посыл когнитивно-поведенческой терапии. Дальше идет уточнение, почему вы считаете, то есть почему вы думаете, в чем заключаются ваши опасения, что не справитесь с работой. Сначала идет обращение к негативным моментам. Сначала идет к тому, что клиент не может, не получается, не хочет, не умеет. Вот это важно признать, что да, клиент не может, не хочет, у него не получается, он боится, что он не справится, совершенно верно. И на это идет внимание. Перефронзирование и отражение потом возможно, возможно и так, я просто не от тянуных не работаю, индуцирование на конкретизацию и проблемный когнитив, ну скорее всего так. Я просто разговариваю с клиентами более простым языком и стараюсь не усложнять, и даже во время сегодняшней презентации тоже буду говорить таким специально простым языком. Дальше клиентка говорит, потому что мне с трудом дается даже учета. Не справиться с работой и учеба вот здесь вот сразу пагнитивное нарушение, которое можно атаковать. Учеба с работой по-видимому связана, но не всегда. Если клиентке не удается читать что-то, на работе может быть она не будет. Если клиентке не удается слушать лекции, может быть на работе она будет что-то выполнять другое. Если она не смогла оформить, понять какой-то материал может быть на работе и не нужен, он мне понадобится, или будет что-то другое. То есть вот здесь вот сразу уже, если трудно далась учеба, то я не справлюсь с работой, уже когнитивное нарушение, на которое следует обратить внимание, можно сразу, в рамках жесткого подхода, можно потом сказать, ну вы же понимаете, что учеба это немножко одно, а работа чуть-чуть другая. Является ли ваше доказательство, что с трудом дается учеба, подтверждением того, что вы не справитесь в будущем времени с работой. Это уже будет сократический диалог, зародить в клинике сомнения в том, что он абсолютно прав, и в частности разорвать связь между прошлым опытом и негативным представлением о будущем. Вот это вот одна из техник, в частности. Так, понятно, говорит терапевт, что-то еще, я не знаю, я так устал, я не могу представить, как буду искать работу, а тем более ходить туда каждый день. Давайте разберемся. Может быть, действительно, вам будет трудно искать работу, изучать предложения работодателя, оценивать разные варианты, а вовсе не работать. В любом случае, есть ли другие доводы в пользу того, что вы не справитесь с работой, если получите ее. Значит, вот понятно, говорит терапевт, это очень важно. Да, если всегда говорить хорошо, как бы на какие-то тяжелые проблемы, не очень правильно клиента. Да, я вас понимаю, да, я вас слышу, да, я вам переживаю, я понимаю, что вы боитесь этого. Многие этого боятся, многим это неприятно, это трудно, это страшно. Вот очень важно валидизировать, подтверждать слова клиента, что вы понимаете. Вот опять пошел клиент, говорит, я не знаю, устало, физическое недомогание. Значит, на этом можно обратить внимание, допустим, будет после проработки темы. В конце терапевт может сказать, вот вы сказали в начале сессии, что вы устали. Я записываю все слова клиента именно в том виде, который он предъявляет. То есть, если вы устаете от чего-то, а это, наверное, был синоним в данном случае, вы изнурены, вы не можете. Да нет, не изнурены, я просто устал. Да, вот важно вернуть именно тем словом, который клиент сказал. Вы устаете, может быть, вы мало гуляете, может быть, мало спортом занимаетесь. Вот это вот отдельная проработка. Я не могу представить, как буду искать работу. Вот с этим работать легко. Ага, ну давайте представим. Вот представлять это не делать. Представлять это сидя в мягком кресле, в комфортной остановке, это просто, но это поможет вам решить реальную ситуацию. Если мы представим, как ее вы будете решать, если представим возможные препятствия, то будет гораздо легче уже их в реальной жизни обсуждать. Поэтому вот то, что она здесь говорит, очень удачно для терапевта, он может за это наступить. А давайте представим, что все-таки и так далее. И дальше будет моделировать какую-то ситуацию. Терапевт говорит, давайте разберем себя. Меня просят вернуться на предыдущий слайд. Значит, вот я вернулся. Я не справлюсь с работой, стало грустно, потому что мне с трудом дается даже учеба. Терапевт предлагает, давайте разберемся. Вот то, что я говорил, коллаборация, все сотрудничество, да, коллаборейшн, разберемся мы вместе. Не просто я вам сейчас расскажу, как на самом деле, это было бы, в общем, слишком директивно и неправильно, да. И терапевт это давать не может, он может давать рекомендации, он может спрашивать, он может что-то такое вот со знаком вопроса предлагать, а что если, да. Вот, но вот это вот совместное, разберемся, давайте вместе, это приглашение к обсуждению совместной проблемы, да. И это вот, в данном случае, это дальше клиент, терапевт дает ответы. Это, конечно, манипуляция и ремиссия совместного разрушения, но тем не менее, может быть в действительности, да, в действительности все не так, как на самом деле, вот, вам трудно будет искать работу, потому что она говорит, что трудно работать, тем более ходить, но сначала же речь идет о поиске работы, что толку говорить о том, что трудно будет ходить каждый день, если она уже заявила, что будет искать работу на неполный рабочий день, вот, а сначала она же не нашла работу за... не перескочив через какой-то фрагмент можно создать иллюзию очень большой трудности наоборот легкость и поэтому для терапевта очень важно поэтапно вот как по-английски говорится one step at a time один шаг за раз то есть вот это вот я говори стоп секундочку сначала это потом то и вот дальше смотрите скайп работу трудно дальше что двоеточие очень удачный перевод и очень удачно что в чем будет заключаться работа когда клиент говорит трудно искать трудно работать разумеется и трудно искать и трудно работать но если мы попытаемся разбить эти действия на очень конкретно изучать предложение написать резюме серии до получить посмотреть разные варианты с кем-то поговорить куда-то пойти на интервью если пригласят вот это уже снизит страх нахождения работы у клиента это может ничего страшного когда в целом это допугает в любом случае если у вас доводы в пользу того чтобы не справитесь с работой опять-таки терапевт обращается обращает внимание на негативные моменты на страхе клиента и вот хочет понять что же его останавливает но здесь если получите когда получите ничего не приходит на ум а доказательство обратно что вы справитесь с работой я уже работал в прошлом году и тогда совмещала работу с учебой в школе и другими делами но сейчас я не знаю если другие доказательства того что вы сможете справиться с работой я не знаю может быть если это будет таким отнимать у меня много времени не будет слишком сложно значит вот опять таки ничего не приходит на ум это нормальный ответ клиент часто не знает ответ и вот так как переходит а доказательство обратно давайте посмотрим не то что вы чего боитесь то что вы не сможете а чтобы все таки справитесь это одна из установок 70 не погружение в негатив не погружение проблемы а вытаскивание клиента из этих проблем не из вот этого негативного мышления да понятно проблем много да вы боитесь да это трудно а если все таки вот получится что вы сможете сделать что хотя бы что-то получилось вот это очень очень позитивный настрой когнитивной терапии он очень ложится хорошо на американскую ментальность которые вот должны менять должны что-то делать должны достигать и вот это вот как бы общая ментальность общества здесь очень помогает я как говорит уже работал в прошлом году опять когнитивная значит здесь в данном случае нет извините в данном случае это ресурс на который можно опереться но видите как да значит в прошлом году вы могли значит и в этом году вы тоже может быть то есть у вас есть опыт терапевт получает информацию о том что клиентка работала при этом что она совмещала работу с другими делами то есть она была вполне успешна но вот она не какой-то момент она упала сейчас я не знаю сейчас это такая тоже загвоздка сейчас вот момент нахождения в кабинете у терапевта во время сессии или сейчас более продолженное 3 все более продолженное но тракет может так сейчас вы не знаете но давайте вот сейчас и поработаем то есть сузить вот это продолжающее сейчас незнание клиента до момента нахождения сессии вот сейчас я вам помогу сейчас поработать потому что очень важно объяснить клиенту что он все что он думает о прошлом все чего он опасается в будущем находится в нем сейчас данный момент его воспоминания это не факты мысли о будущем это не факты это все образы с которыми можно поработать воспоминания меняются забываются трансформируется поэтому давайте поработаем сейчас нашим в прошлом году могли у вас есть ощущение уверенности есть вот давайте на нем работать вот терапевт призывает другие доказательства уже работал в прошлом году хорошо что то еще есть приведите мне доказательства докажите что вы можете вот это вот такой позитивный настрой когнитивной терапии он не очень импонирует и вот опять сможете справиться с работой совершенный вид да не можете работать можете получится в русском языке в этом отношении очень удобно в английском перфекты уже как бы не используется поэтому там будет если язык терапевта должен быть позитивным и утверждающим опять таки я не знаю уже какой там пятый шестой раз да и вот не будет слишком сложно слишком это слово которое не специфично который может слишком сложно слишком слабый в чем слишком сложный что будет много времени уходить на дорогу что будет тяжелый физический труд что будет там много людей незнакомых в чем будет слишком сложности работы вот опять таки нужно обращаться к специфике и если не будет отнимать много времени насчет клиентка борется что боится что если она будет учиться то будет работать то будет трудно учиться поэтому отнимать время значит нужно будет тут попробовать можно поработать тайм-менеджментом научиться сказать что вы же вот когда в электричке едете вдруг сможете прочитать что туда и так далее приходить на работу чуть раньше чтобы там заняться что-то сделать в общем какие-то уже оптимизации можно найти то есть работать с конкретикой что уже клиент что это может быть за работа может быть продажи прошлым летом я работал агентом по продаже а где вы можете найти такую работу например университетском книжном магазине я видел там объявление о наборе персонала хорошо представьте что вас премьер на работу в этот книжный магазин что может случиться самое плохое самое плохое конструкция что это за в русском языке предполагает расскажите мне детально подробно о том какая работа у вас будет что вы ищете что это то есть вот поподробнее расскажите на очень удачно симпатическая конструкция здесь используем для перевода по-английски can you tell more скажите может быть пошло уже до места не знаю уже может быть замечательно вот она работала агентом по продажам уже ясно какой тип работы ей нравится что она может дальше идет опять уточнение где где как когда вот эти вопросы просто необходимо задавать это открытые вопросы это одна из техник используются и в сократических диалогах вот очень очень важно давать возможность не говорить о какой там найдете я думаю что и вы можете вот это вот очень важно что вы можете для или у вас получится это будет слишком такой случайность одеть вы может звучит посыл написанная но ты в этом отношении но может быть да и но ты очень чувствительна к языковой форме и поэтому использовались очень правильно вот вы можете делать то есть как сугестивно да клиент говорит вы можете найти такую работу а где вы можете найти такую работу да еще интенсивная конструкция добавляет клиент все больше уверяет что он может найти работу вот она видела хорошо вот подтверждение да вы молодец здорово хорошо продвигаемся отлично видели уже знали обратили внимание теперь представьте вот то что говорил трудно клиент говорила трудно представить и дальше идет работа уже с образами и опять таки с коленцами что в этом самом плохое обращение к негативу в данном случае не отбрасывает клиента назад к страхам она помогает терапевту понять в чем будут основные сложности в работе для клиента что там будет чего он боится и под клиентом же самое плохое если я не справлюсь это катастрофизация да устраивается клиент это ужасно это плохо не справиться с работой которую ищешь которая нужна это ужасно но вот самое плохое что если я не справлюсь терапевт сможете ли вы пережить это конечно я просто уйду с этой работе на что может случиться самое хорошее если вы получите у меня все получится и вот даже при всей самом катастрофическом развитии самое плохое терапевт спрашивает со у вас по-английски на это будет ну и что хорошо если вы не справились что из этого будет я понимаю что не справится это плохо но можно ли это можно ли это выдержать то есть все равно терапевт обращается к позитиву пытается вытащить клиента на то чтобы он вот с катастрофой каким-то образом обладал и терапи клиент реагирует на это да я смогу пережить это я просто уйду с работы в данном случае я не верю что так клиент запросто ответят как правило клиент отвечать ну тогда придется искать другую работу тогда у меня не будет денег чтобы купить себе новый компьютер тогда мне придется опять все заново начинать то есть как правило здесь идет провал то есть вот после катастрофизации обязательно клиент сваливается в какую-то опять таку яму и из которой вот так вот так просто здесь немножко конечно же идеализация идеальный клиент идеальный терапевт и вот если клиент так говорит может это 4 сессия толкает просто замечательно обычно вот так просто клиент не соглашаются с каким-то катастрофическим решением но бывает что молчание молчание тоже знак очень существенно для психотерапии клиент молчит сможете ли вы пережить увольнение с работы ну да тем более работа может быть не такая тяжелая но и денег все-таки там у меня там есть еще несколько тысяч заначки там и в коем случае нет смогу снять подешевле там квартиру соглашаются с тем что пережить может потому что сказать что нет я не беру нет это будет катастрофа это значит столица тяжелую депрессию с которой надо опять-то очень серьезно работать и пойдет здесь новый новый круг работы терапевт спрашивает а что может случиться самое хорошее если вы получите эту работу позитивное кодирование можно назвать кодирование у меня все получится все конечно не получится вот здесь надо очень серьезно сказать если клиент говорит да мне все будет замечательно все чудесно хотим но вы знаете все конечно не получится начальник может быть самая сволочь какая попасть и в коллективе могут быть проблемы и 10 далеко и платить могут не столько насколько вы рассчитываете то есть когда нужно отрезвить клиента чтобы он если он сам дойдет до этого он скажет у меня все получится нет опять начальник будет этот самый паразит сидеть на шее опять там коллеги будут что-то подпасили он упадет сам депрессию с большей легкостью ежели я скажу как терапевт ему ну вы знаете что может быть такой что и начальник у вас не самый будет лучше и с коллегами будут сложностями я его немножко отрезвлю и не позволю самому скатиться в депрессию но немножко его так вот верну к реальности вот это вот одна из рекомендаций в коммунитивно-поведенческой терапии дать возможность дать его реальное некоторое представление о действительности так здесь было среди вопросов и у меня осознаваемый клиента не учит мыслей по новому понял он может научить мыслей по новому клиенту начальника додумывать начал что будет конечно это чтение мысли это одна из ошибок мышления клиентами начальник будет увидеть что там плохое резюме увидит что там человека отсутствие оттуда и начнет это сам то есть додумывание это будет одна из естественных способов мышления клиента про нлп метамоделей не знаю прям нлп используется как дополнение каким-то методом в чистом виде нлп уже кончилось 15 назад в северной америке и сейчас только отдельные приемы его не допустили по сути дела практики психотерапии он не запрещен но как таковой не используется метамодели наверное можно использовать и не обязательно говорить что это это почему не допустили очень большой долгий разговор я возвращаюсь да не научно совершенно верно дальше терапевт это какой вариант развития самый реалистичный поначалу мне будет сложно но возможно я справлюсь вспомните пожалуйста как на вас действует исходная мысль я не справлюсь с работой мне становится грустно и тоскливо пропадает всякое желание даже пытаться искать работу а как вы себя чувствуете теперь изменив свое мышление осознав что возможно у нас все получится у меня лучше я обязательно попробую тогда устроиться значит вот возвращение к реальности не такая вот радость безудожная не негатив клиент говорит возможно я справлюсь уже показатель улучшения его настроения ситуации надежда очень важна надежда терапевт говорит а теперь давайте вернемся к началу сессии вот вспомните вы сказали я не справлюсь с работой для вот этого цитата обязательно должна быть цитата речи клиента клиент вспоминает что не было грустно и тоскливо было не было желание даже пытаться искать работу мысль замечательный клиент редко такое бывает то есть даже попытки были пресечены но осознает уже а как вы себя чувствуете теперь обращение к чувствам к эмоциям переживаниям при том что когнитивный подход превалирует все равно допускается и даже необходим потому что люди приходят с чувствами но вот эти чувства теперь после того как я провел сессию изменив свое мышление осознав что возможно что возможно у вас все получится опять таки устраивается такая вот специальная переход что если мышление то то оно повлияет на чувство то есть приучение постоянно клиента потому что мысль определяет ваше состояние и клиент говорит мне уже лучше но вы как говорят немножко идеальный клиент но тем не менее он говорит ну да сейчас уже не так страшно да уже я понимаю что вот может быть и действительно я себя привыкли чего все таки и вот дальше обязательно попробуйте доустроиться очень хороший позитив на работу вот тут в дискуссии идет без фактов голословные да без как и голословные не научно вот за это вот нлп которое было в самом начале объявлен что мы не будем верифицировать то что мы сейчас декларируем экспериментально она как бы вот отвернула психологов североамериканских и фиористов-позитивистов под нлп но я сам имею не один сертификат по нлп и я сам это применяю поэтому но это большая дискуссия терапевт что собираетесь предпринять до этого пойти в книжный магазин сегодня какова вероятность что вы действительно пойдете туда я пойду обязательно как вы себя сейчас чувствуете немного лучше я чуть сильнее нервничаю но у меня появилась надежда дальше опять идет терапевт уточняет что конкретно что именно не просто вот да я буду искать работу а что вы сделаете чтобы предпринять конкретные действия будете делать вот клиент радостный такой что все хорошо сняли страх сегодня же терапевт не верит а все-таки какова вероятность того что вы пойдете точно сегодня пойдет на 8 9 утра да точно туда пойдет уверена что вы знаете знаете где находится не приходилось прошу как меня находится это место куда вы поедете что кончится ваша краска который вы кратить и который вас я был такой муж что надо там вот такую территорию покрасить вот вы знаете куда ехать начинает дал я поеду туда на какую-то улицу такой дом я точно знаю то есть у него есть уже планы бы я вот очень важно добиться от клиента подтверждения того что он знает что он будет делать конкретно вот пойдут совершенно не да хорошо долго я пойду обязательно утвердительно обращение к чувствам от мысли к чувствам чувствуют мысли да как вы себя чувствуете лучше немного можно измерить вот измерительные шкалы можно предложить вот я чувствую там на шкале допустим от 1 до 100 если 10 миллиметров я чувствую такой вот вот здесь я сейчас нахожусь мне страшно мне тяжело через там 30 минут сессии допустим все что это было уже я считаю на 70 процентов я уже так уверен когда это он был на 20 процентов шкала готовности и специальные шкалы которые можно предложить у меня лететь и спросить просто начальник на сколько вы готовы к поиску нового процента а вот сейчас вот когда вы в конце сессии на 70 вы видите как здорово мы продвинулись на 50 процентов всего лишь за 30 отлично у вас здорово получается тогда надо похвалить да но у меня появилась надежда вот нервничаю но надежда вот клиент а сознает что у него есть надежда сознает что может противопоставить нервничаю надежда обычно конструкция да но это когнитивное нарушение все замечательно все чудесно но там опять что-то произойдет в данном случае вот это вот у меня нарушение поскольку направлено на результат направлено на позитив и у вот это стоит приветствовать я нервничаю но у меня есть надежда вместо того чтобы я надеюсь но при этом я нервничаю вот это было бы обратное было бы гораздо хуже лучше вот именно в таком таком порядке дома это когнитивное нарушение потому что у меня все замечательно вот поди что там одуванчики но вот сейчас вот дождь кажется собирается и вообще все очень плохо да вот это будет перечеркивание это зависит от того в какой ситуации каких действительно описание каких проблем это являет но если человек все замечательно но это 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 уже не все замечательно термины когда когнитивное нарушение ошибками ошибка мышления когнитивное нарушение ошибки сертификата по технике в россии наверняка на острове вали у там есть хороший тренер как его зовут учился у него но про нлп мы сейчас не говорим вот результат теперь стали способны с помощью стандартных вопросов которые отработаны когнитивной терапии выявлять и в своей деструктивными я не справлюсь работой это как деструктивные потому что она сносится в будущем это мы Überstband структивно потому что он является переносом прошлого опыта потому что мы фермент продукта на что работал и нет анализой такой работе ведь там что на месте кuffеччат потому что справится в понятно что история предлагает распечатать там послать факт того не став сработать распечатать фар заказ участвует сложном проекте, тоже какой сложный проект, в какой группе, в чем-то справится, такое обобщающее слово, которое запугивает чрезвычайно, да еще и с работой. О какой работе идет речь? Все, вот то, что сделал терапевт, он попытался выяснить конкретику и предложить какие-то решения. Клицент способен контролировать суммы? Конечно. Так, очень хороший вопрос. Или выходит от терапевта и снова думает у меня ничего не получится. Отлично. Я могу сказать, вот скажите, вы сейчас от меня выйдете опять подумаем, что ничего не получится? Не знаю, скажет клиент. А я скажу, а если вы подумаете, что опять ничего не получится, можете вы сказать себе, стоп, метод остановки мыслей, вот так вот, стоп, перезнак стоп увидеть перед собой, да, визуализация. И сказать, я же только что обсуждал эту проблему, мы решили, что у меня что-то да получится. И вытащить себя. Значит, вот этому учат на когнитивных сессиях, чтобы клиент, когда в следующий раз он подумал, что у меня ничего не получится, умел остановить свою мысль, подумать, а может быть что-то все-таки получится, и заменить ее на позитив. Сначала я все-таки поищу работу, посмотрю, что за работа, а потом уже буду думать, получится ли не получится. Так что пледо падает, естественно, в прошлое состояние, и это, мы говорили, релакс на прошлой лекции, падение совершенно естественное. Так, про NLP, вот он будет принципиально говорить. С навязчивыми мыслями, да, 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 техника остановки мыслей, она позволяет как раз останавливать. Стоп, я уже думал эту мысль 7 раз, сколько раз я еще буду ее думать. О, значит, хорошо. Значит, какие-то вопросы по разбору сессии есть? Не про NLP. Может быть презентацию сейчас закроем, и тогда кто-то сможет поднять руку и задать вопрос. Закрываем презентацию? Хорошо, да, у меня еще есть там два слайдика, которые закончат эту презентацию. Тогда вы подготовьте вопросы, а я сейчас закончу маленьким таким завершением. Значит, предполагается, что и терапевт принимает опечатки принципа КБТ-схемы и подходы, стандартную структуру и способен поддерживать. Однако, возможно, проблемные мысли утверждения, препятствующие работы в парадигме когнитивной терапии проведению сессии согласно установленной структуре. Опечатки у него русской структуры. Терапевт может думать, мне не удастся структурировать сессию, у пациента не получится выразить свои мысли, перебивать плохо, пациент разозрит, если я буду так категоричен, он не выполнит задание. Если я попробую оценить мышление, он подумает, что я его обвиняю. Вот с этими всеми мыслями самому терапевту надо поработать. Ну, не удастся структурировать, но хоть что-то да удастся. Не получится кратко выразить, но значит научим его в следующий раз выражать. Перебивать пациента не буду, но попробую его остановить. Жестом сказать, спасибо, достаточно. В этот раз не получилось, в следующий раз получится. Клиенту изоляцию это нормально. Не выполняют домашние задания, они не хотят выполнять домашние задания, это их право. А вот обвинительность нужно снять. Я поговорил об этом отдельно, специально. Я никого не обвиняю, я должен говорить. Это очень корректно, если пациент вдруг почувствовал, обвинительность, значит нет, надо поработать над своим тоном. Если у проблемы у терапевта такого плана, то он должен сам применить когнитивный метод, когнитивную парадигму, для того, чтобы поработать со своими неправильными, дисфункциональными мыслями. Значит, нужно оценивать собственный уровень дискомфорта и выявлять свои автоматические мысли. Выявить проблему, оценить мысли, найти альтернативный ответ и решить проблему. Вот это вот то, что предлагает когнитивная терапия для клиента, соответственно, это же можно предложить к терапевту самому для себя. Поэтому, если терапевт чувствует сопротивление в отношении когнитивной дыхионеральной терапии, то надо подумать, почему это так чувствуется, что это, что за чувства, какие причины для подобных чувств и самое главное, что он будет делать, потому что все эти мысли чувствуют, это все не факты, это все, не знаю, симуляторы или что-то еще. Вот. Вопросы, если возникли, я сейчас попытаюсь найти. Когда уже не терапевт, а пациент. Да, терапевт сам бывает пациентом, он ходит к другим терапевтам, он ходит на супервизию, он ходит на семинары, где он проясняет свои страхи, читает книжки, то есть терапевт, это, в общем-то, вполне очень умный, хороший пациент. Клиент может прийти без изознания реальные свои проблемы, но, как правило, реальная проблема. Все проблемы, они как бы идеальные, все проблемы, они ментальные. Если клиент приходится говорить, я не могу найти работу, это реальная проблема. Если я боюсь найти, искать работу, если я боюсь работать, или боюсь что-то делать, вот это и есть реальная проблема. Другое дело, что за этим может стоять что-то еще, какой-то страх общения, страх, не знаю, быть на виду людей, страх перемещения, выхода из дома при панических атаках, там был вопрос, при панических атаках работает изумительно. Может быть, я потом сделаю отдельный маленький курс именно работы в рамках панических атак. То есть, реальная проблема пациента, конечно же, меняется на протяжении сессии, но в этом и состоит задача терапевта понять, что же на самом деле является реальной проблемой. Еще раз, структуру сессии, это я сейчас не говорил, о структуре сессии я рассматривал один пример из одной сессии, структура сессии, это выявить, что произошло за прошлой неделе, выявить, какие успехи были достигнуты, обозначить опять актуальную проблему и работать над ней, потом подвести итоги и спросить, все ли понравилось. Я расскажу вам об этом в следующий раз. Если клиент уходит в переагирование, работаете, подобный метод в стрессовом состоянии. Ну, большая часть клиента приходит, конечно же, в стрессе. Их надо расслабить, его нужно усадить. Спокойно, если он в стрессе начинает говорить, кричать, он не слышит. Он не слышит ни себя, ни терапевта, поэтому стрессовом состоянии, конечно же, недоступны к ним, недоступны к пониманию, он не слышит, он не видит. Стресс, естественно, не является подмогой для терапии. она не работает, не работает, совершенно верно. Клиент должен быть спокоен. Я, пожалуй, соглашусь. Вот реагирование, если вы объясните, что затянули, я забыл, просто я. это уже долго. Можно закрыть, чтобы видели друг друга? Презентарь. Как что мне сделать? Закрыть? О, простите. Сейчас. Да, я закрыл, извините. Да. Как прекратить? Икоту? Да, Искугом, да, есть действительно очень похоже, напугать нужно кого-то или сбить. Дрессировки воспитания, да, Иван Петрович Павлов именно является основателем терапии, поэтому все современно, все совершенно верно. При всех видах неврозов не знаю. Про атаки, да, это будет отдельный семинар, можно будет сделать, потому что там своя специфика, как в любом когнитивном профиле. При депрессии, остановка самоубийств, при перфекционировании, организме, там есть свой профиль, своя модель, с которой нужно работать, обращая внимание на определенные вещи. То есть, не просто вот приложить когнитивную терапию ко всему, чему угодно, а именно вот, зная специфику данного отклонения заболевания. на эмоциональный эффект уходит до реагирования, если имелось в виду. конечно, если клиент очень эмоциональный, я об этом буду говорить, что есть ограничения у когнитивной терапии, конечно же, если очень эмоциональный, если не успеемченный, если не горбальный клиент, если не рефлексирующий, то там она как бы очень-очень сложно. Сильно погрузиться, сильно плакать. Да, надо дать возможность клиенту выплакаться, рассказать о том, что было плохо, ужасно, вспомнить какие-то детские переживания, пережить это, но там отдельно тоже, там можно это либо усилить эти переживания, ретравматизация, так называемая, либо можно сначала погрузить клиенту в легкие релаксации, и после этого он может вспоминать все, что угодно. Состояние расслабленного тела, любое психотравмирующее воспоминание будет гораздо легче восприниматься, поэтому здесь с этим тоже надо работать. Я вижу, что у меня время подходит к концу. Разницу между Рептерису и КПТБЕКО, если на семинаре только у Никиты Чурова. Что-то случилось, сейчас подождем, должен вернуться, секунду. КОНЕР и НЕР и НЕР и НЕР и НЕР и НЕР Далее, гостьев ввел санкции, наверное. Видите, у нас есть продвинутые. Олег может вести это направление, углубленное знание. Пойдем куда-то, да, пропал? Да, 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 да. Да, ну, видимо, вот час прошел, да? Да. Ну, я думаю, мы тогда уже будем подводить итоги. Еще есть какие-то вопросы? Если кто хочет пройти практику, записывайтесь, звоните по телефону Марии или Ольге. К сожалению, сам Чернов Никита сегодня не смог выйти в эфир. У него работа вечерняя, может быть, в четверг он выйдет и коротко представит то, что он делает. Так, нет вопросов? Да, если есть какие-то вопросы, можно или через почту, или вот на следующей презентации задать. Да, или можете прислать нам, или по электронной почте. Валерия Павловича сперва увидели, мы указывали электронную почту, можете послать по электронной почте. Хорошо, тогда мы прощаемся. Спасибо большое, Валерий Павлович, за интересную встречу. И мы будем ждать четверга тоже в 8 часов вечера. Не опаздывайте, потому что у нас время лимитировано. Всего наилучшего, всем хорошего вечера. В суббот напоминаю, что в воскресенье у нас будет вечерняя посиделка по поводу страха и депрессии. Ждем и воскресенье. Хорошо, до свидания. Всего доброго. Продолжение следует...